Я пока отру морковку, а вы в это время обедаете. Дальше я отру огурцы, лучше второе едите, и так каждый день, приедем в город и будешь тереть, я тебе уже давал, уже давал, все, поняла, нет? Я вот это вот дам косточку, чтобы она от меня отошла, подольше не подходила. На, все, иди, иди. Описывает профессор один, преподавал из Японии, англичан. Тоже профессор, пригласил его, ну, все по-хорошему. А потом, говорит, я чувствую, ко мне отношение у нее изменилось. Я понять не могу, почему. Может, я что-то сделал не так? Но, они такие тактичные, то глаза не скажут. Больно. Я думаю так, что там не написано, но предположительно он через кого-то узнал. Оказывается, он его пригласил. И понял. У себя в доме кошка, кошка на диване была. Ну, он проходит, проходите, садитесь в окошко, здесь он взял и спихнул кошку-то. И вот этот англичанин-то уже, это подумал японцы нехорошо. Кошку сгонять. Как можно сгонять ее? Она хозяйка. Ничего себе. Я ее могу сгонять очень просто. Она шубу свою любит. Нет, я сейчас все равно хожу. Сейчас она у меня уйдет. Все, дождь пошел. Она не понимает, что это из ложки. Пошла искать сухое место. Сушиться надо. Шубу сушить. Феном. Отошла. Она на меня не обиделась, я ее не трогал. Она не поймет еще, думает, как так прохуделась. Может и не думает даже. Вот эту рыбу наварили, хек. А это прислали карась. Карась это царская птица. Ментай это рыба. Ментай. Да. Он опасный. У него армированная плоть. А вот так у него вкус. Это царская еда. Рыба. Карась. Вы что-то ее не стали, если еще? Я вам оставил. Вот видишь как. Уважение. Ну, англичанин меня бы не осудил. Я кошку не прогонял. Просто крыша прокудила. Не у меня. Над головой. Идет опять. Она еще. Думает, что может починили крышу. Есть невозможно. Вот такие маленькие ости. Прям. Большие-то кости легко выбрать. Моя сестра Валентина, у нее дети выросли. Шесть сыновей. Рыбу никому не давали. Пока не будет взрослым. Сколько детей, у которых неприятности были. Я был в больнице и видел там стенд. Что вытащили там. И пуговки. И булавки. И рыбьи кости. Ну. Что ты залезла, так думаешь, что хозяйка, что ли? Я не англичанин. Могу ее прогнать. Одна у нас была в общине женщина. Она любила собачьих. Вот идет дорога, если маленькая собачка, она прям подхватит, поцелует ее. Но когда собаку целуют, это запредельно далеко. Наши младшие братья, как Сан-Текзеперис сказал. Глупости все это. Какие они, братья? Помощники наши. У тебя кости. Эти каросины. Я говорю, все время их отдельно, на бумажку. И не давать. Интересно, вороньи вот бросишь, все съедят, никогда не подавятся. Что-то же есть такое. Ну, тут мы рядом кошки, я желаю, чтобы в печку бросили. Сгорело. Не попало. Она выбрать не может. У нее нет 10 пальцев. Вот женщина любила этих собачек. Я ей говорю, Люба, чего ты целуешься? А кошек я не люблю. А почему? Ну, я слышала, что они на страшном суде будут против нас. Богу жалуются на нас. Во. А что там новое? Я даже не слышал. Ты где такое подцепил это? Ну, сказали там какая-то. Ну, и тогда неправильно, ты кошек не любишь. Если кошки там будут, ты должна их сегодня задобрить. Наоборот, хорошо к ним относиться. У тебя, Володя, вчера хлеб получился отменный, мягкий. Даже я размачивать не стал. Слава Богу. Мы сохраняем обычный лагерный. Поел. Затер тщательно. Дежурному показать. Дежурный махнул. Как это. Все. Чашку опрокинул. Ну, все. Это я не смог доить. Слишком много костей. А я позже у вас начинаю намного. Ну, все. Давай слазь. А, нельзя. Ну, вон, печку. Так, я печку брошу. Косточки. А вот когда мы там на холме завтракали, ну, обедали, там, чтобы комаров не было, косточки оставляем. Вороны все подберут. А рыбу-то даем взрослым. Детям давали, когда красная рыба и выбрано все. Не два дня, а сорок пять лет в лагерь. Некоторые не поймают сорок пять, ему четыреста пятьдесят. У него нет ориентации на это. У меня будут противники. Противник — это человек, желающий зла, чтобы было у тебя плохо. Он противник. Всякую молву он увеличивает, дополняет. Ну, и они сидят где-то, выпивают там. Я потом узнаю. А один из них так, полурасположенный. Ну, и под меня все это копает. Ну, а что он копает-то? Заплаты у меня. Я весь в заплатах. Ну, какая моя вина? За это уголовный кодекс не судит, гражданский, административный не судит. Ну, преподавал там где-то. Ну, еще да многие. А потом говорит, а вот община. Даже он. Настроенный все время против. Общину не создать. Не создать. Это надо обладать определенным. Если у меня власти никакой нет, я должен лишним авторитетом увлечь людей в эту идею. Вот как про Потеряевку пишут в редакции. Приходил Игнатий и говорил о Потеряевке, которой нет. Но говорил так, что все поверили, что она будет. Я как-то пригласил в Академгородок Новосибирский. Там меня пригласили. А я пригласил своих. Новосибирский был. Ну, и пришлось отвечать на вопросы. Там профессорский академический состав. Там такие, как говорят, большелобы. А что они большелобы-то? За зарплату работают. Ну, и рассказываю о местности нашей. И говорю о том, что есть комары. Большие комары. И там клещи. А моя сестра, родная Валентина, говорит, я все это... А еще она здесь не жила. Жила в Новосибирске. Я все знаю. И все говорил правильно. Но как-то говорил так, что мне охота все здесь бросить и поехать по Потеряевку. Я понимаю. Ну, то есть, может, определенные детали. Я показал, что мы их легко преодолеваем. Клещи. 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 Клещи много. Я говорю. Иногда собаки там штук 20 снимешь. Но энсипалитных нету. А они там боятся. Нету, нету. 180 лет. Потеряевки. Тогда сейчас уже 200 лет будет. Через два года. Через два года уже. 200 лет как основали. Основали по документам. Приехали раньше. Люди здесь были. Уже больше 200. И никто не болел. Дальше комары большие там летают. Много. Малярийных нету. То есть, я показываю, где опасность бывает. Львы нападают. Змеи, анаконды. Там какие-то скорпионы. Ну, показывают в Австралии там все это. Диски такие есть. Все жалят там. Там крокодил проглотил. Там слоны напали, вытоптали. Там волки стаями приходят. У нас ничего этого нету. У нас вообще ничего нету. Не только экологически чистое. Но и по природе угрозы нету. Никакой. Никакой абсолютно. Коровы гуляют. Маленькие гнятки прыгают. Никто не нападает. Гуси ночуют. Выходят на берегу. Даже леса не трогают. Лисы даже были. И как будто нету лис. У любого-то два-три дня нет гусей. Они с одного пруда. А тут ряски нету. Тут родники. Они перешли на лагерный. И с лагерного. А тут тоже ряски мало. И сами через три дня перешли туда храмовый пруд. С Кострова. Представь себе. Это стадо гусей. Отдельно. Один год была. Лиса. Она навела шорох здесь. Ооо. Ооо. Где еще попадают? Индюки и все. Так индюки там ночевали на вершине деревьев везде. Гуси страдали. И они еще не могли сделать. Смотришь растерзано там или что-то. Ну и ясно дело не для лица же делали. Что делать? Я попросил дайте мне ружье. Дайте ружье. А я пошел тогда следопыщенщить. Везде. Где она была. Где капканы можно поставить на растерзанном. Где. Никак не попадается. Я по чаще лазил там и взорвал одежу все. И с храма я бегом скорее туда. Ну что. Да нету же я все скормил. Все. Ооо. Убери. Загрудки крестет меня. Я и так тебе там Володя вон дал сколько-то. Ну и однажды. Из храма я пришел раньше. И скорее ружье. И пошел. Пошел и зашел за лагерный. Огородчик тут. И слышу из храма наши идут и кричат. Лиса. Лиса. Я подумал если они кричат лиса. Значит она впереди их. Если она впереди их. Она в степке побежит. Она должна к логу бежать то. Я бегом из огорода выскочил. Никуда думаю бежать не надо. И она меня не видит. И она бежит. Вот где-то березка татоцит. Одна сухая березка. И она выскочила прямо на березку. Я ее сразу достал. Одним выстрелом. Оказалось что это молодая лиса. Действительно она сама добывать не умела. А добывала по домам по нашим. Ну и тут же ее и зарыли. Где-то. Одно время повадился ястреб летать. Больших куриц таскает. Точно так же. И ничего нельзя сделать. Понимаете. Надо быть санитаром даже в человеческом порядке. А что ты сделаешь? Нету. Вот батюшка идет. Говорит. Вот растерзанный большой петух. У него курица ходит. Несушка. Ну большая курица. Такая прямо. Он ее схватил и понес при нем. Но мы закричали. Он ее дорогой бросил. Вина тяжела была. Курица для него. Ну и этого ястреба. Огромные крылья такие. Я его уже после обеда поймал. Живьем и всем показал. А как? Как? Охотником надо быть. Вот. Другой таскал у меня голубей. Интересно. За голубем полетел. А голубь-то куда? Так ты щихаешь? Нет. Платочек только щихать. И он видимо полет-то занизил. И он сразу как дал ястреб-то у него. Грудь тут такой. Ну как называют. Кобылка мы называем. Неправильно. Грудь такая. Костя. Стекло и влетело в эту. Сенки. Убил. Полностью разбил стекло и влетел туда. Я пошел искать. Где он есть. Он улетел. И я его нашел. К вечеру я принес его крылья домой. В саду. Здесь. На малине. Медленно идешь. Знаешь где у него бывает. Кузиса своя. Где он бывает. И я говорю. О том что удалось вот найти. Где. Я видел большой орел. Схватил ребенка. И потащил. И отец закричал. Рядом. Прямо рядом с ним. Сидит он его схватил. И в интернете. И понес. Вот. Вот. Про животных. Много можно знать. У Виталия Бианки. Лесная газета. Там Льюис писал. Ну и там все эти бремы разные. Сколько в них тайны. Тайны просто. К чему они привязаны. Гусь какой. Там. У него дома живет. Гусь. Курица. Кошка. Собака. И как они между собой. Чеха то писал так. Только. Я вот. Когда вижу дуров. Со зверями как. И так быстро есть. Думаю что это не чистая сила. Просто. У него. Она наследственно передавалась. Все дочери. Что интересно. По женской линии. У него шло лучше. И дочери выходили замуж. Все до одной разведенки. Все. Нельзя жить. Это ведьма. Она руководит зверями. А собой она не руководит. И вот везде все это размышления. Вот Володя говорит сейчас. Это последняя у нас неделя. Последняя. Никита чтобы все среду попасть. Объявим. Четверг-пятница. Убрать все в огородах. Подготовить. Чтобы Витя нас вылез отсюда. Десятое понедельник не может. Уезжаем в воскресенье. Он на сайт на субботу. Суббота нам не выгодно. Нам надо с людьми проститься. А вечером это уже поздно. В воскресенье. Просто попросим Виктора Николаевича. Чтобы он нас привез. И вот когда это все. Видишь. Я сегодня интересно. Маленько припоздал. Ночное там вроде у меня. По тарифу то еще можно смотреть. Смотрю большой ролик. Сейчас пятьдесят кажется. Четыре минуты. Про Муссолини. Он меня нисколько не трогает. Это не Гитлер. Как он шел. Менял партии. Поднимался. Там где охотились. Ну ничего нету. Нету ничего такого. О чем я мог бы сказать. Как папа сказал. Что он. Богом поставленный. Нет. Ничего нету. Разбойничал. И кончил. Кверх ногами. А вот у другого. Он то первый фашизм был. Второй Гитлер. Вот у меня об этом размышление было. Я смотрю уже несколько дней. Ролик большой. И не нашел ни одного момента. Где бы я задумался. И хотел бы проникнуть глубже. В его психику. У меня вот это вот. Рассуждение. Не то что я жалею Гитлера. Там или. Сталина. Но что он думал в это время. Когда Сталина спросили. Говорит. Нет большего счастья. Как идти за гробом. Врага. После этого Кахетинского. Там какого вина. Выпить. Говорит. Еще. А что там то размышлять. Палач разбойник. Грабил кассы. Бандит. Пахан. А вот. В истории с Гитлером. Тут все время размышления. Как он думал. Что. Почему. Пришел. Это по проведению. Как он говорил. Боже. Допущена такая личность. Что он делал. Вот об этом размышляешь. Простые вопросы. Вначале с кошки. Лезет за рыбой. И постепенно. Идешь. И смотришь. Ага. У кошек. Собак такое. Это у людей. Вот такое. То есть. Это. Разряд живых существ. Почему. Говорит. Мы. Рыбу то едим. А не заботимся. Что она была. Плавала. У нее родственники были. Пустой разговор. Пустой разговор. В первую очередь. Другая среда. А птица. А рыбе мы уже. Вода. Воздух. А это рядом. Тем более. Если рядом было. Одним подарили поросенки. Ну. Они как всегда. Машкой назвали. Она растет. Она розовенькая. Чистенькая. Они ее часто моют. И она с ними. Везде. У нее нюх отличный. Лучше собачьего даже. Ну. Выросла. Большая. Как говорится. Была ты поросеночек. А потом ты росла. Росла. И стала такая сви. Что. Святая. Вот. Это. Свинья то и получилось. Теперь они соседа попросили. Ну. Что то делать то надо. Дальше то. Куда. И сосед резал. Она визжала. Они сидели дома. Всей семьей там. Мать про мужа не написано. Дочки конечно. Сентиментальности через край. И. Она визжала. И они понимали. Не просто свинья. Это друг. У которых простыни были. На простыне спала. И после этого мы дали за рог. Никогда больше не заводили животных. С которыми вот так. Приходится расставаться. Особенно мне тяжело видится. Когда вот это расстаются. Ну. Больше всего это с лошадью. Лошадь и собака. Которая с тобой была. Ходила. Охраняла. Лошадь возила. В назов прибегала. Вот так точно. Точно. Ты не реагируешь на потерю. Которая ниже. А уж про человека говорить не надо. Он друг был. Друг. И все время не хватает чего-то. Он как выпавший зуб какой-то. А посторонних где-то я услышал. Ну. Убили. Да. Жалко взорвали. Да. В леве. Да. Бомбят. Вот. Тоже люди гибнут. Мне и. В общем сказать-то мне ИГИЛ жалко. Молодые ребята. Вот. Попали под это. Влияние. И там они находятся. А те сверху долбят. Эти летчики вертолет сбили. Все это одна цепь. Но они не были близки. Вот так мы должны реагировать на жертву жертву Иисуса Христа. Как бы умирая вместе с Ним. Самый близкий друг. Ни в чем не повинный. Его казнят. А так житя святых должны переживать. Мне Бог дал это. Я когда насчитывал житя святых 12 томов. Я с ними вместе умирал. Вот интересно. Бог давал такой жар. В комнате холод. Холод. За печкой у сугроба снег лежит. А я босиком стою. Нельзя надеть будут. Они горят. И я как будто вместе с ними. У Виктора Игюгова такое воображение было. Описывая битву от Орлова. Я слышал. Как бы слышал. Запах пороха и крови. Я ничего не чувствовал. Я просто с ними вместе был. А как бы я поступил будучи кошкой. Вот так. Она слушает. Понимает не понимает. Надо мозгам все время давать настрой. Шевелить. Сочленять какие-то события. Жизни зверей. Птиц. Человека. Вот это сделал так. Почему он сделал. А как я это поступил. У меня все заканчивается тем. Что я смотрю. Стой. Дали на себя. Что было бы со мной. Если я не обратился к Богу. Что было бы. Даже зная Бога. И то себя везде в вину ставишь. Даже сон увидишь. И за сон будешь судить. Почему это было. Значит. Что-то где-то намерение было. Нет еще. Но сатана искушает. Так говорят святые. Ладно. Пора идти на работу. Уходим. Так. Ну давай. Уходи. Ну. Место дай мне. Место дай мне встать. А. Ну. Уходи. Уходи. Ну. Вцепилась. Она в заплаты там ее вцепится. Когда лезет. Она не может их даже когтями пробрать. Они там. В четыре этажа. Мне идти надо на работу. Вставай. Иди. Иди. Никак. Дождь прольется на тебя. Ну-ка. Давай. Ну-ка. Давай. Давай. Дождик идет. Дождик пролился. Все ушло. Слава Богу. Все на этом. Конец. Никитинго.